друзья добрый день меня зовут андрейка алена я сегодня хотел бы поговорить на тему здорового питания ну прям очень много сказано по теме сыроедение все говорят что это здоровое питание но нужно понимать что любой стиль питания имеет право на существование если он полноценен то есть я все время говорю что средний это оптимальное питание для человека ну конечно же стоит теперь раскрыть тему почему да и каким оно должно быть чтобы иметь право носить звание здорово потому что иногда нюансы не учитываются людьми и так что же такое здоровое питание и какие есть правила здорового питания первое правило которое я хотела бы осветить сегодня это правило разделение продуктов в блюдах либо блюда отдельные состоящие из каких-то продуктов по времени их переваривания об этом правиле говорят очень многие и здесь секрета нет а если например фрукты перевариваются около двух часов то грибы бобовые злаковые перевариваются 3-4 часа все зависит от того в каком они видите были там например если это сыроедческий хлебушек то в дегидраторе это все немножко ферментировалась до переварится легче если например же это все-таки просто взбитая в блендере кашка дата другое время переваривания и так далее так далее так далее то есть очень много нюансов соответственно мы привыкли есть кашу с фруктами да и здесь большой вопрос что же мы получим на выходе какое состояние жкты у нас будет поэтому первое правило которое стоит учитывать это правило приема продуктов в блюдах по времени их переваривания учитывая это время переваривания второе правило не совмещать продукты с разной биологической структуры то есть например крахмалистые овощи мы как бы не совмещаем с сахарами да потому что это все закистится это все начнет бродить но зато овощи и зеленые там растения да то зеленка вот все что мы едим и пряная зелень она хорошо совмещается с белками да то есть вот белок пожалуйста совмещайте совмещайте в любом виде это приятно это вкусно причем это хорошо переварится и очень много всяких интересных соотношений достаточно известных да то есть вы можете пройти в мой блог андрей кален который я веду для вас в одноименном посте здорового питания вы найдете все эти таблицы и соответственно можете их сохранить на рабочем столе и пользоваться тогда когда вам удобно и последнее правило которое крайне редко озвучивается мало кто о нем знает это правило того что все что вы собираетесь съесть за один прием пищи да то есть за один присест должно присутствовать частично в первой ложке давайте расшифруем потому что вообще непонятно о чем я тут говорю вот смотрите реакция организма на попавшую в рот еду своеобразно то есть вырабатывается желудочный сок и все остальное все ферме ферментивные вещества которые идут на переваривание в определенном соотношении определенного качества определенного количества и так далее да то есть под пищу подстраивается организм перестройка этих запросов да согласно этим запросам происходит не мгновенно то есть могут пройти десятки минут пока организм сообразить что вы едите например уже второе и она по составу совершенно другое то есть нужен же другой желудочный сок и все остальное в силу этого наш организм он не понимает что ему переваривать да и с какой скоростью менять состав всей секреции которую он выделяет для того чтобы все переварилось и оказывается что все продукты которые попали в первую ложку которую вы в рот положили они переварятся а вот второе третий компот уже вряд ли на теперь вопрос как же нам питаться в нашем таком достаточно сумасшедшем веке да для того чтобы все-таки быть сытыми когда я изучала древние источники это то там говорилось дробно питание но дробно питание ушло в небытие когда у нас так скажем сместили царский режим на это вот если говорить о россии то есть у нас появились столовая трехразовое питание человек хотел он есть не хотел он должен был успеть поесть но в рабочий перерыв да то есть нужно было наесться вдоль просто под завязку чтобы потом до вечера дожить и тогда уже покушать сейчас сохранилась та же самая система питания но хотя бы мы можем собой брать перекусы и за счет этого хоть как-то соблюдать дробное питание для чего оно нужно для того чтобы вы съели да все что вам нравится за один присест потом через некоторое время так называемый перекус да или полдник произошел потом у вас например обед потом опять перекус второй полдник и так далее да то есть до 6 вечера когда угасает функции переваривающих органов в нашем организме то есть до 6 вечера желательно завершить все трапезы ну конечно если вы ложитесь за полночь тогда конечно среди не должно быть удобно свои среди не должно быть ну приносящим радость да поэтому конечно сильно себя ограничивать не стоит потому что в тягость ничего не должно быть на среднем все должно быть эмоционально удобно соответственно получается вот это правило первой ложки когда вы соблюдаете вы убираете своей жизни не переваренные продукты которые несут себе гниение закисление выражение и очень много всяких последствий да потому что если человек не соблюдает это правило все его сыроедение сводится к тому что вы просто напросто зарабатываете себе гастриты язвы и так далее то есть аккуратно аккуратно вот мало кто об этом знает но лучше иметь дробное питание либо да как ухищряется некоторые мои знакомые узнав об этом правильно да не чуть ли не компот наливают в первую ложку но то есть это забавно смотрится на люди научились обманывать даже свой организм дабы вы не обманывать конечно лучше дробное питание применять но думаю что я очень кратко но емко объяснила основные положения здорового питания если есть вопросы проходите по ссылке под этим видео в мой блог андрейка алена рада буду ответить на все вопросы хорошего вам дня